Во время Великой Отечественной войны советский лётчик Виктор Тололихин произвёл более 60 боевых вылетов. Именно ему 7 августа 1941 года удалось совершить первый в истории авиации ночной таран вражеского самолёта. Во время ночного воздушного боя около Москвы на своём И-16 он произвёл таран немецкого бомбардировщика «Хенкель». Сбив вражеский самолёт, сам раненый лётчик в последнюю минуту смог выбраться из падающей машины и на парашюте. Приземлился на землю, а немецкий экипаж разбился вместе со своим самолётом. За этот подвиг Виктор Тололихин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Вскоре Тололихин был назначен командиром эскадрильи, ему было присвоено звание лейтенанта. Лётчик участвовал во многих воздушных боях под Москвой, сбил ещё пять вражеских самолётов. За боевые отличия он был награждён Орденами Красного Знамени и Орденом Ленина. 27 октября 1941 года Виктор Тололихин погиб в неравной схватке с фашистскими истребителями. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 30 августа 1948 года Тололихин навечно зачислен в списке первой эскадрильи истребительного авиационного полка, в составе которой он сражался с врагом под Москвой. Именем лётчика были названы улицы во многих городах СССР, ряд школ. На 43-м километре Варшавского шоссе, над которым произошёл беспримерный ночной поединок, поставлен обелиск. В Подольске Тололихину установлен памятник, в Москве бюст героя. Только позднее стало известно, что у Тололихина был предшественник в ночь на 29 июля 1941 года лётчик-истребитель 28-го ИАП Пётр Васильевич Еремеев на самолёте МиГ-3 таранным ударом сбил вражеский бомбардировщик Юнкерс-88. Он погиб 2 октября 1941 года в воздушном бою. В сентябре 1995 года Еремеев замужество и воинскую доблесть посмертно удостоен звания Героя России. Первый же в истории ночной таран был произведён русским лётчиком Евгением Степановым, который 28 октября 1937 года в Испании в небе над Барселоной на самолёте И-15 сбил при помощи таранного удара итальянский бомбардировщик Савоэ Маркетти С. М. 81.